добрый вечер наш рук за поднятие души моего папы яков сына нахума и моего дяди владимира бен григорий урок 4 мы закончили с вами на словах и когда окончил яков завещать сыновьям своим подобрал ноги свои в постель и скончался и был приобщен к народу своему что это значит зачем писать за это чтоб приподнял ноги поднял ноги на постель и скончался и это у нас не первое место в главе в яце мы читаем и поднялся яков на ноги свои и пошел страну сынов востока комментарии особо не расписывает это но мы смотрим что пишут наши мудрецы они пишут что яков когда пошел к лавану за женой он отучился в хедере шема и вера 14 лет возможно вот это и есть что означает стал на ноги свои поднялся и потом уже подготовленным он пошел к лавану прекрасно знал с кем он имеет дело и поэтому должен был хорошо к этому подготовиться значит он выполнил все что ему видно всевышний повелел все планы он выполнил и тут получается что всю свою земную работу он закончил и скончался даже не написано что яков умер наши мудрецы говорят раз не написано что он умер нас про отец яков не умер вот так и пал йосиф на лицо отца своего и плакал на шее его подплакал целовал его и приказал йосиф рабам своим врачам бальзамировать отца его и врачи на бальзамировали израиля наши мудрецы говорят он не должен это делать потому что черв нет власти над телом праведника и поэтому он прожил меньше всех братьев прошу 110 лет и действительно я это слышал от рава разом блата из адвервена он приезжал в лейпциг на могилу шолом йосифа шолом йосиф он сын раби из ружина он умер здесь в лейпциге много лет назад около 200 лет назад и он говорит что когда во время третьего рейха уничтожали одно из кладбищ еврейских то переносили останки людей на кладбище которое новое сейчас в лейпциге и они заставили открыть гроб шолом йосифа и оказалось что он целый но если в это кто-то другой не рассказал трудно сказать ну как сказка какая-то но были люди еще живы которые были свидетелем этого в это время и он действительно говорят что был целый его шестое поколение сейчас приезжает на сайт и приезжает в лейпциг на могилу шолом йосифа вот так вот так в общем йосиф бальзамировал отца это значит просто натерли смесью благоводия не сделали из него чучело как это делается в египте вот просто натерли благоводиями но этого достаточно было чтобы йосиф прожил меньше всех братьев теперь так йосиф говорит придворным фараона чтобы передали ему что отец взял с него клятву похоронить его пещере махпела стране к наан и фараон не хочет чтобы его отнесли в страну к наан не потому что он не хочет от нечего делать дело в том что когда пришел яков в египет голод тут же прекратился нил поднялся навстречу праведнику и все 17 лет пока яков жил в египте было полное изобилие все было в египте шикарно и они понимали что если яков сейчас уйдет даже мертвым то может опять наступить этот страшный голод и не только поэтому не хотят отдать его они готовы его похоронить в саркофаге в пирамиде где угодно сделать из него идола они на все согласны но йосиф говорит что меня отец заклял фараон говорит я с тебя снимаю эту клятву и если говорит тогда я снимаю себя клятву которую я дал тебе фараон обязан был знать все языки но святой язык он не знал и он взял с юсива клятву что никому об этом не расскажет йосиф говорит что теперь я свободен от своей клятвы фараон говорит иди хорони отца твоего как он заклял тебя вот так и мы пошли всем народом хоронить дети остались в египте пошли хоронить якова пришли туда пещере махпела исао появился и говорит то моё место пещере они якова не надо всего хоронить здесь моё место сказали что ты же продал ты все в имущество материальное забрал из страны уехал на гору сир это уже тебе не касается эта пещера в общем он говорит покажите бумагу а бумага была в египте ну и нафтали он скороход отправили его быстро в египет чтобы он жал в египет но сын дан ахушим он был глухой но он понял что исав что-то творит непонятное он понимал что он вмешает похоронить его дедушку он выхватил дубину ударил по голове и голова исава отскочила так и похоронена пещере махпела и так это просто все не закончилось сын элифаза цфо это внук исава он нападает нападает войну и на эту похоронную процессию и нам приходилось воевать но успешно война закончилась победой и его захватили в плен цфо он был египте в плену как ему удалось сбежать мы не знаем но сбежал в конце концов сбежал и он основал рим вот так вот так значит траур у нас большой траур великий траур все видели к на ней что великий траур это ту египетян теперь братья братья пришли и сказали йосифу вот мы рабы тебе отец твой в общем просил нас чтобы ты передать тебе чтобы ты просил вину нашу йосифа лети они на месте всесильного и йосиф кормил братьев своих по числу их все эти годы значит когда умер яков действительно наступил голод и еще пять лет голода были и йосиф все это выдержал и кормил братьев все что обещал он выполнил и наши мудрецы говорят что действительно строго относился с братьями он действительно не попускал и действительно мы не были рабами мы прекрасно жили в египте пока уже был жил был яков все было прекрасно мы некими рабами не были пока жил йосиф был правителем египта потом фараоном все эти годы мы шикарно жили в египте всего мы в египте жили 210 лет и когда умер йосиф на нас наложили налоги мы начали платить налоги и пока не умер последний из братьев и звали леви мы рабами не были когда умер леви мы начали себя вести по египетски начали все неважно вести и нас поработили и стали мы рабами и вместо 400 лет которые всевышний обещал он так всегда отобещает и не выполняет плохое когда обещает и вместо 400 лет мы были рабами 116 лет вот так вот вот это мы сами виноваты и написано что умер йосиф 110 лет от роду и забальзамировали его и положили в саркофаг в египте так вот на этом глава воихи заканчивается также заканчивается и книга брешит всем все самого наилучшего до следующих встреч